Единый номер спасения 112 все чаще используется артемовцами для сообщения о тех или иных происшествиях. Удобство номера в том, что на него можно звонить как при пожаре или коммунальной аварии, так и в других экстренных ситуациях. Операторы сами оперативно определят службу, которая необходима в каждом конкретном случае, и предпримут все меры, чтобы поддерживать связь между нуждающимся в помощи и их спасителем. Также особенность номера 112 в том, что звонить на него можно даже при нулевом балансе на счету мобильника. Прошедшие праздники, как всегда, головная боль для экстренных служб. Ведь не только увеличивается число происшествий, но и количество нетрезвых шутников, которые вызывают их на несуществующие аварии. Статистикой работы Единой дежурно-диспетчерской службы нашего округа за период длинных выходных поделился ее директор Александр Бондарь. Отнесение дежурства в ЕДДС в отчетный период было организовано в соответствии с требованиями руководящих документов. ЕДДС функционировало в режиме повседневной деятельности в соответствии с инструкциями. Координировало действия с взаимодействующими дежурными службами в 35 случаях. Из них нарушение условий жизнеобеспечения 34, прочий 1. По вопросам ЖКХ поступило 21 сообщение. По авариям в сфере ЖКХ это канализация 2 сообщения, нарушение холодного водоснабжения 10 сообщений, нарушение горячего водоснабжения 2 сообщения, нарушение отопления 7 сообщений. По вопросам электроснабжения 1 сообщение, по пожарам возникновение пожаров 7 сообщений, возникновение загораний 3 сообщения, ОДТП 2 сообщения, по прочим вопросам 1 сообщение. По номеру 112 поступило 762 звонка, из них с информацией 110, без информации 652. Если поподробнее сказать, нужно, что за этот период у нас произошло 6 пожаров, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 3, в этом году 6 пожаров за этот период, и 2 загорания, в прошлом году было 1 загорание. По линии МВД, значит, зарегистрировано происшествие преступлений 252. Основные, значит, основные нарушения по линии ЖКХ, это нарушение отопления у нас было, наиболее такое значительное, это по свободе 42 общежития, там несколько стояков отопления было выведено из строя. До сих пор мы, по-моему, вчера только сняли последнюю заявку. Затем большой порыв ХВС был в районе микрорайона, в течение нескольких дней устранялся этот недостаток. Так, и по пожарам, значит, наиболее значимый пожар, это, конечно, то, что сгорел храм у нас. Вот такие. Два ДТП было, из них одно, одно ДТП с постановшими, одно ДТП с гибелью. С гибелью это в Миронова, значит, совершен был наезд на жителя со смертельным исходом. Эта статистика лишний раз доказывает, что расслабляться в праздничные дни не стоит. Даже если вы сами человек ответственный, всегда найдутся те, кому нет дела до своей безопасности и безопасности окружающих. Будьте внимательны и в случае происшествий набирайте 112 единый номер спасения.